Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Фрагрантиус и сегодня хотел сделать обзор на парфюм относительно новой 2019 года от бренда Аквадепарма, который называется Лезер Оде Парфам. Не путать с колонией Лезер, это другой совершенно парфюм. А также сравнить его с двумя арабскими парфюмами, представителями арабской ниши, которые уже достаточно надолго задержались в моей коллекции. Это Афнан Мирзаль Оф Траст и Свисеребиан Шумух Аль Гутра. Поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, хотел вам сообщить, что у меня есть достаточно интересный, на мой взгляд, одноименный телеграм-канал Фрагрантиус, на котором есть много эксклюзивного контента, которого нет на ютубе, поэтому заходите, осматривайтесь, если не понравится, отписывайтесь. Итак, наступила осень, пришла пара тяжелых ароматов, кожаных ароматов. Я не скрою, что я всегда любил, люблю и буду любить ароматы на тему кожи. И сегодня я хотел поговорить о парфюме Аквадепарма Лезер. Еще раз повторюсь, что не нужно путать с парфюмом Колония Лезер от этого же бренда, который был выпущен гораздо-гораздо раньше. Это 2019 год. Это парфюм на тему так называемой изобутилхинолиновой кожи. Направление достаточно уже избито. Я имею в виду вот эту вот дегтярную кожу, которую также называют сплошь и рядом кирзачами, кожаной курткой, салоном нового автомобиля. То есть, все, что есть в обиходе кожаного, тем и называют. Несмотря на то, что это направление достаточно избитое уже, изъезженное вдоль и поперек, едва ли не у каждого бренда есть парфюмы на данную тему. Вместе с тем, есть о чем поговорить в данном случае, о чем рассказать. И не то, что даже поговорить, а это достойный внимания парфюм из этого направления, у которого есть, несомненно, свои особенности, свой характер и свои фишечки уникальные. И сравнить с арабами моими, которые уже достаточно давно у меня. Вот Мирзалев Траст и Шумуха Льгутра. Это вполне взрослая арабская ниша, которая ничуть не хуже по параметрам, по своим потребительским свойствам, чем вот этот парфюм. Та же самая и тосканская кожа. И цель сегодняшнего обзора у меня не в том, чтобы сэкономить ваши деньги или открыть что-то такое бюджетное, новое, что не уступает неновому и дорогому. Нет, речь идет о том, чтобы поговорить о парфюмах схожего направления. И самая главная интересная особенность, которую я со временем обнаружил в этом направлении, что вот эти парфюмы, вот этого тосканоподобного, тосканлизерподобного направления, они, если их поодиночке слушать, нюхать, они достаточно все однообразны и мало чем отличаются. И вот в шлейфе, вслепую, ну я думаю, вряд ли кто-то сможет отличить, допустим, ту же тосканскую кожу от Видиан Лондон или от какого-нибудь там ателье колонии Утса Файр, или там от арабески парфюм с КАЭЛ или КАХЭЛ, или, например, от какого-нибудь Тициана Теренца Сиена. То есть масса, масса, масса этих парфюмов и везде вот эта доминирующая дегтярная кожаная нота, которую называют кирзачами и так далее. Но у этих всех парфюмов есть масса таких милых особенностей, характера и, конечно, это могут учуять только люди увлеченные, которые вот из категории 50 оттенков серого, тут также вот и 50 оттенков тосканской кожи. Конечно, чем больше в лес, как говорится, чем больше в этот парфюмерный лес, тем тоньше и изысканней становится наш вкус и тем выше наши требования, ожидания от парфюмов. Но в данном случае фишек хоть отбавляй. И вот я давно заметил, что когда вот такие вот парфюмы похожие, начинаешь вот сравнивать, что называется нос в нос, то ты понимаешь, насколько они все-таки отличаются, очень сильно отличаются. Именно поэтому и покупаешь и один, и второй, и третий, вот много парфюмов данного направления, которые каждый по-своему чем-то радует. У каждого свой характер, свои фишки, свои особенности и не хочется ни с одним из них расставаться. И в данном случае я ни в коем случае не собираюсь устраивать какие-то топы. Я просто вот откровенно плевал на вот эти вот топы, топ-5, топ-10 кожаных ароматов. Это вот просто меня вот от этих топов трясет. Они каждые все по-своему хороши. И я уже сравнивал, кстати говоря, и тосканскую кожу, и есть еще парфюм, практически полный, стопроцентный клон, тоже от арабского бренда Рассаси Лаюковам Пуром. Вот хочу вам сказать, что тосканскую кожу я допил, Рассаси Лаюковам Пуром продал. Вот просто устал уже, вот не хочу, надоела мне эта тосканская кожа. А Амбре Лезер и подавно, вот тем более, вот категорически нет. Вот просто уже устал, не хочу, не надо, не буду, нет. И даже Арабески Кахель тоже не стал себе брать. Вот весь бренд Арабески скупил и Гека, и Наима, и Бакара, и даже такой сомнительный с точки гендера Глори Маск. А вот и даже Сафари взял. А вот Кахель не стал брать. Но вот эти вот товарищи, что колония Лезер, что Афнан Мерзалев Трас, что Шумуха и Гудры, они остались. Расскажу почему. Во-первых, начну, конечно, с колонии Лезер, начну с пирамиды. Итак, верхние ноты это малина, ну куда же без малины, это уже просто какой-то мем, вот это вот обсуждение количества и сладости и сочности малины. Вот в этом направлении тосканская кожа это уже стало мемом. Так, малина, бразильский апельсин, сицилийский лимон, средние ноты роза, красный тимьян, жимолость, петит грейн и базовые ноты кожа, гвояк и кедр. Ну теперь, собственно, мои впечатления, вот еще раз повторюсь, что вот если их по очереди нюхать, не сравнивая, везде вот эти вот доминируют дегтярные ноты, кожаные ноты, вот эта вот кожа, 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 кожа или как ее еще называют, кирзачи. Но вот в сравнении сразу же понимаешь, что они просто в корне отличаются. И вот это, конечно, Аквадепарма Лезер, она на старте буквально понимает, что тут много цитрусов, помимо вот этой вот кожи, прям цитрусы, 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 но не сказать, что это прям цитрусовый одеколон или вот есть еще у Монталя кожа такого достаточно схожего направления, у Драйзинг. Там вот прям цитрусы эндофейс, что называется, такой мощный панч или хук бергамотный. В данном случае цитрусы, они такие достаточно спокойные, но они есть, они прям хорошо ощущаются. И у этого парфюма мне не нравится старт, он очень грубый и очень, в нем много какой-то даже гари, и в какой-то момент это пахнет даже какой-то паленой резиной с какими-то животными нотами неприятными. Но достаточно быстро это все усаживается, раскрывается. И вот из основных фишек отличий вот этого парфюма от арабских братьев в том, что здесь очень плотная древесная база. Здесь практически не ощущается вот эта малина, фруктовость, ее практически нету. Но вот из многих парфюмов, я не имею ввиду еще вот этих вот арабов, которые я буду тоже сравнивать, из многих, из большинства парфюмов данного направления, мне он нравится тем, что здесь есть какая-то в нем жирность или маслянистость. Здесь ощущаются вот явно какие-то ноты то ли оливкового масла, то ли чего-то такого вот растительного масла. И у него действительно вот эта вот плотная древесная база, которая смягчает вот эту дегтярность, грубость. И есть в нем некоторая такая буржуазная и немного сугубо такая французистая роза, но она едва-едва обозначена. И, конечно, чувствуется тимьян, легкая спецовость, но в целом все-таки это вот дегтярная кожа в базе с деревяшками. И деревяшечки, вот эти кедры, гвояк, они ее смягчают. Парфюм в раскрытии очень плотный, не очень грубый, не очень утомительный, не такой, как тосканская кожа. Несмотря на вот это вот, казалось бы, избитое, изъезженное направление из-за бутилхинолиновой кожи, этот парфюм звучит несколько облагороженно так и аристократично. Я так подозреваю, что это вот, скорее всего, из-за вот этой вот плотной такой фундаментальной древесной базы и легкой спецовости и чуть-чуть совсем роза. Но она здесь абсолютно неявная. То есть, что такое явная роза, какой-нибудь возьмите Монталь Интенс Блокут и вы поймете, что такое явная роза. Здесь, в данном случае, она неявная. Следующий в нашем списке – это Шумуха Гутра. Вот ничем, это Свисарабиан, арабский бренд, вот ничем он по уровню, конечно, не уступает вот этой вот Аквадепарме. Но с самого-самого старта, понимая, что это прям вот зверь-зверюга звериный, у него очень самый такой, наверное, мощный и дегтярный, и брутальный старт, по сравнению с которым даже тосканская кожа Тома Форда меркнет и кажется чем-то таким интеллигентным и политкорректным. Но вот арабы здесь придумали решение, как эту брутальность смягчить, как его подать. И с самого старта понимаешь здесь, что этот парфюм не только про дегтярную кожу, но и про фрукты. И прям тут явно хорошо слышно яблоко и ваниль с самого старта. И вот этот вот парфюм контрастов, вот этот вот дуализм, о котором я постоянно говорю в своих обзорах, и вот эта тема dark side, light side, и янь, женское начало, мужское начало, то есть она обыграна тут просто идеальнейшим образом. И вот эта вот звериность, необузданность и грубость дегтярной кожи, она здесь очень-очень хорошо балансируется вот этим яблочком, ванилью, и на старте даже чуть-чуть чувствуются зеленые ноты. Но в раскрытии это вот прям превращается в такую роскошь, абсолютно шикарный парфюм, при том, что тут отсутствует какая-то плотная древесная база. Здесь также остается вот эта вот кожа, но в базе, в раскрытии она отходит вообще на задний, на задний план, и остается такая вот легкая совсем кожаность, и в обрамлении вот этих вот ванили и яблока. Это очень круто, и это очень классное решение, и эта уникальность, эксклюзивность, это не клон. Это никто здесь никого не копирует, это абсолютно самостоятельный парфюм, и арабы Свисареби, они доказали, что вот это вот направление дегтярной кожи, оно не обязательно должно быть с этой малиной, будь она неладна, будь она проклята, горя на воду. Я уже просто, поймите меня правильно, у меня с этой малиной уже весь мозг выклевали. А малинка в Видео Лондон слаще, чем в Тоскан Лезер, или нет? А где слаще? А может у Бомбре Лезер она слаще? Нету здесь никакой малины, и слава тебе, Господи, это просто шикарный кожаный парфюм, в котором обошлись без малины, представьте себе, представьте себе, вот обошлись без малины. Люблю, обожаю, ниша, форево, ни у кого такого нету, вот берите любые бренды, и бои с 1920, вот их кожа эта, и все вот эти ателье колонии, да кого угодно, берите вот в западной нише, такого нету, шедевр, нишевый парфюм просто высочайшего уровня. Ну и последний у нас Little Guy в таком вот интересном флаконе, Мирзальов Траст от Афнана. Я делал на него обзор еще очень-очень давно, на заре своей парфлогерской карьеры, и у меня ролик, по-моему, назывался Афнан Мирзальов Траст, убийца Томфорд Тоскан Лезер. Ну это был, конечно, такой легкий кликбейт, скажу честно, но на самом деле он мне нравится гораздо больше Тосканской кожи, и он действительно лучше Тосканской кожи, но когда вот я только опубликовал этот ролик, я помню, столько словил хейтов в свой адрес, просто ушат и помоев, просто меня там смешивали просто с дерьмом. Основной посыл был, что как ты вообще посмел, мразь, сравнить эту нечисть арабскую с великим Томом Фордом, ты вообще попутал, ты кто вообще такой, ты вообще что несешь, ты кто такой вообще-то, как ты смеешь это сравнивать. Но прошло буквально два года, и этот парфюм стал мейнстримом. Самое интересное, что я Тосканскую кожу допил, а ближайшего ее клона, Рассаси Луикавам Пуром, я продал. А вот этот товарищ у меня остался. Остался он у меня по той простой причине, что это more sophisticated, как говорят англичане. Это более утонченная, более интеллигентная и более деликатная версия Тосканской кожи. И уже со временем я так тоже много принюхивался, разнашивал. Все-таки вот этот парфюм, он в первую очередь не про кожу, а про шафран. И шафрана тут просто тонны. И если вы вспомните, тосканская кожа, она же в принципе построена на вот этом тандеме кожи, шафрана, и плюс там еще есть чабрец. В данном случае арабы поступили очень хитро, и они вот этот, то есть дарксайд, я имею в виду вот эту дегтярность, изобутилхеналин, вот эту вот кожаность, грубость, мужланскость, мужицкость, в плохом смысле слова, они ее задвинули на задний план, но она вместе с тем хорошо ощутима. А на передний план вывели вот этот вот шафранчик. Еще здесь явно я чувствую некоторую такую вот виноградную косточку. У меня есть абсолют масло виноградной косточки. Вот оно в концентрированном виде, конечно, если вот капнуть, оно прям выносит мозг, но в раскрытии и тонким намазом вот это что-то очень похожее. Плюс шафран, шафран, шафранище, шафранный. И даже вот есть пафосный парфюм, который называется Initial Side Effect, который якобы про шафран и который стоит каких-то нереальных, там больше 40 тысяч за флакон сейчас просят. Вот какой убогий там шафран и какой шафран здесь. Я почему это говорю? Потому что у меня есть абсолюты тоже шафрана, и есть в конце концов специи в шкафу стоят, шафран натуральный, который я использую при готовке. Вот здесь прям шафран, шафранчик, шафранишка, шафранище, он явный. Плюс здесь есть вот эта вот набившая скоминку малинка, но она абсолютно не фруктовая уже, а больше такая вот, знаете, когда малина уже переспевшая, водянистая, она уже утрачивает вот эту вот сладость, и она больше такая водянистая, кисловатая, слегка, ну не хочу сказать забродившая, но в общем сладости какой-то, или веселости, или леденцовости, такой синтетической, какая есть в Амбре Лезер в базе, здесь нету. И из-за этого парфюм этот звучит более органично, более утонченно, более интеллигентно, и вот в нем нету этой грубости, этого дегтярного вот напора, утомительного, который есть в тосканской коже. Из-за этого он звучит более разнопланово, более интересно. А что касается параметров технических всех этих трех парфюмов, они, конечно, на высоте, то есть это парфюмы все из категории несмываемых, от нанесения до душа, но самый бронебойный, пожалуй, это вот Свисарабиан Шумухать Гутра, он будет держаться несколько дней, даже после душа, даже после мытья рук, он все равно его слышно, а если он попадет на шарф или там, допустим, на манжет, куртки при нанесении, то это на неделю, на две, вы будете стабильно его слышать. То есть, если подводить итог сегодняшнего обзора, то Аквадепарма Лезер – это интересный и достаточно оригинальный парфюм, несмотря на то, что направление это уже изъезжено вдоль и поперек, и это такая уже, для меня, по крайней мере, выжженная земля, на которой очень и очень редко попадается что-то стоящее. Так вот это однозначно стоящая вещь. Второй вывод, что это вполне себе равноценный игрок с арабами, вернее, арабы полноценные игроки с ним, хотя кто тут первичен, кто вторичен, я воздержусь от комментариев, потому что это уже величины одного калибра, и может быть для кого-то это покажется до сих пор вызывающим, но надо просто это понять уже и принять, что арабская парфюмерия нишевая, она уже ничем не уступает французской парфюмерии, нужно просто это принять, смириться с этим, и не реагировать уже абсолютно по-идиотски, и забыть вот этот весь гламурный фашизм из категории, что там арабское нечто, фу, нечисть, вот это вот все, просто вот эту всю накипь, вот этот весь набизм, гламур, фашизм, вот этот вот с себя снять и выкинуть в мусорное ведро, потому что мы живем уже в новой реальности, где арабы стали вполне себе полноправными игроками парфюмерного рынка. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!